Утренняя информационная программа на Хабар 24 в студии Гульнара Жендагулова. Доброе утро. И вот о чем мы расскажем сегодня. Доброе утро. Резкое понижение температуры воздуха синоптики прогнозируют в двух регионах страны. В Актюбинской области до 8 мороза. А также в Нур-Султане до минус 7 градусов. В столице возможны дождь с переходом, снег, туман и гололед. Погода с осадками ожидается и в Восточно-Казахстанской области. Дождь и снег. Гроза прогремит в Жамбылском регионе. Ветреная погода будет в Акмолинской, Североказахстанской и Казлардинской областях. Туман накроет Мангустауску. Опасность схода снежных лавин по-прежнему сохраняется в бассейнах рек Большая и Малая Алматинки. Несколько лет назад жители села Шаупан в Восточно-Казахстанской области ждут, когда закончат возводить водопровод в их населенном пункте. Строительные работы, начавшиеся еще в прошлом году, местные власти признали незаконными и приостановили возведение инфраструктурного объекта. Когда село обеспечат водой, узнавала наш собственный корреспондент в регионе Асим Утешева. После печального события, случившегося в селе Шаупан три года назад, когда от гепатита А пострадали более 30 детей, здесь стали прокладывать новые водопроводные сети. Завезли необходимые материалы и даже возвели водозаборную башню. Однако стройку признали незаконной. В нашем селе много проблем, но ничего не делается. У нас нет Акима, который бы смог донести все это до высшестоящих органов. Нам нужен управленец, который живет в этом селе и знает всю ситуацию изнутри. Воду начали проводить, но потом все забросили. Хотим жить, как цивилизованные люди. Из года в год одна и та же ситуация. Работы по водоснабжению села с населением почти в полторы тысячи человек обещают возобновить в конце месяца. На завершение строительства водопровода из республиканского бюджета дополнительно выделили 250 миллионов тенге. Строительство водопроводных сетей в селе Шолпан было сорвано из-за подрядчиков, которые действовали с грубейшими нарушениями. Велись судебные разбирательства. В прошлом году была определена новая кампания, которая доведет объект до конца. Планируем, что вопрос водоснабжения в селе Шолпан будет решен этой осенью. Жалуются сельчане на отсутствие современного дома культуры. Жители просят улучшить и качество дорог, отремонтировать мост и 3 километра подъездной трассы. В районе Макимати говорят, все социальные вопросы будут решать поэтапно. Однако назвать точные сроки пока не спешат. Асем Утешева, берег Жобалайлы, Хабар-24, Восточно-Казахстанская область. В Туркестанской области наращивают объемы производства собственной продукции. Так, на одном из предприятий Сайрамского района теперь выпускают свыше 20 разновидностей водопроводных, газовых и строительных труб. На предприятии работают 10 человек, которые изготавливают больше 3000 тонн полиэтиленовых изделий в год. Готовую продукцию затем поставляют во все регионы страны. Завод оборудован по последнему слову технике. Процесс производства полностью автоматизирован. В среднем на изготовление одной трубы длиной 12 метров и 630 миллиметров толщиной мы тратим примерно час времени. Сырье мы приводим из Узбекистана и России. Спрос на продукцию хороший. Статус реабилитирован. От плохой кредитной истории избавились почти полтора миллиона казахстанцев. В агентстве по регулированию и развитию финансового рынка почти две недели назад запустили новый механизм, позволяющий гражданам с просрочками по займам исправить свое положение. Все подробности в деловом обзоре у Камилы Тестамбековой. Камила, получается, у этих людей теперь есть доступ к получению кредита? Все верно, Гульнара. Зачастую именно по этой причине многим отказывали в получении новых займов. Чтобы реабилитироваться по проблемному займу, нужно погасить просрочку свыше 90 дней. После этого в системе кредитного бюро отобразится новый статус договора. Собирать справки не нужно. Процедура автоматическая. Она активируется в базе ровно через год после погашения просрочки. Важно, чтобы в этот период не было долгов по другим займам. Если проблемный кредит закрыт не полностью, а частично, банки будут рассматривать каждый случай индивидуально, чтобы оценить его платежеспособность составить план реабилитации с более удобным графиком погашения. В агентстве по регулированию и развитию финансового рынка отмечают, что статус реабилитирован служит подтверждением того, что человек добросовестно выполнил свои обязательства перед банками. Объем торгов на казахстанской фондовой бирже вырос на 11% по сравнению с прошлым годом, составив почти 36 триллионов тенге. В среднем за день на кассе торгуется порядка 815 миллионов тенге. Количество сделок приближается к полутора тысячам. Размер одной составляет почти 600 тысяч тенге. В начале этого месяца на бирже было зарегистрировано больше 150 тысяч счетов, открытых физическими лицами. Их доля среди основных категорий инвесторов на вторичном рынке составляет 48% от общего оборота сделок с акциями. Отмечу, что капитализация рынка ценных бумаг с начала этого года выросла на 12%, превысив 2 триллиона тенге. Это произошло за счет значительного роста цен на бумаги некоторых компаний, в частности Каза Тампрома и Каз Минералс. И о событиях в мире. Новый спад грозит акциям китайских IT-гигантов. Примерно на четверть сократился индекс, включающий акции крупнейших технологичных компаний по сравнению с серединой февраля. Эксперты отмечают, что Пекин после того, как оштрафовал на рекордную сумму Алибаба, будет только усиливать антимонопольное давление. По их прогнозам, участники рынка ощутят вмешательство. Уже в ближайшее время трейдеры, в свою очередь, говорят об усилении требований к ликвидности компаний и снижении их стоимости. Тем временем, китайская Ant Group, дочерняя компания Алибабы, изучает возможности для продажи доли основателя Джека Ма и его выхода из управления, передает Рейтер. По данным источников агентства, китайские регуляторы дали понять, что этот шаг может пойти на пользу их бизнесу. Мировые запасы нефти, накопленные за пандемию, почти исчезли. В хранилищах осталось меньше одной пятой части от всего объема топлива. Bloomberg приводит данные Международного энергетического агентства. По его подсчетам, избыточные запасы черного золота по всему миру к февралю этого года упали с 249 миллионов до 57 миллионов баррелей. Потребление топлива выросло благодаря восстановлению спроса и росту цен на нефть. По словам руководителя исследований рынка природных ресурсов Эда Морзе, остатки, накопленных в пандемию запасов, почти полностью сосредоточены в Китае. В США же они практически иссякли. Кроме этого, сокращаются объемы в танкерах. За последние две недели они снизились на 27% до 51 миллиона баррелей. После рекордного роста биткоин упал в цене. По данным торгов, стоимость криптовалюты снизилась на 12% до 55 тысяч долларов. Последний раз самую высокую ставку за нее фиксировали на прошлой неделе. Тогда один биткоин можно было купить на бирже почти за 65 тысяч долларов. Аналитики связывают падение цен с решением властей Турции запретить в стране расчеты в электронной валюте. И в завершение официальный курс валют. Доллар к этому часу, по данным Национального банка, стоит 430 тенге 39 тинов. Евро 515 тенге 52 тина, а рубль 5 тенге 68 тинов. Гульнара, на этом у меня все. Камила, а вот насколько я читала, что биткоин, он может быть заменить всю финансовую систему, то есть деньги в том понимании, о котором мы знаем. Такие прогнозы есть, но вот если захочешь вдруг подстраховаться, Гульнара, можешь, начиная со 100 долларов, покупать частями криптовалюты. Хорошо, я... Это тоже такой совет от экспертов. Я учту твой совет. Это была Камила Тастамбекова с деловыми новостями. Ну а мы продолжим выпуск международными. Число погибших от COVID-19 во всем мире превысило 3 миллиона человек. Наиболее тяжелая обстановка с заболеваемостью сейчас наблюдается в Индии, где ежедневно регистрируется свыше 200 тысяч новых случаев коронавируса. В столице страны Нью-Дели, который обогнал Мумбаи, как наиболее пострадавший город страны, не хватает мест в больницах для COVID-больных. Власти говорят, что ситуация с коронавирусом критическая. Только за минувшие сутки в индийской столице зарегистрировали свыше 25 тысяч инфицированных к коронавирусам. Больше всего беспокоит то, что за последние 24 часа уровень положительных результатов увеличился до 30%. Днем ранее этот показатель был около 20%. Число случаев заражения коронавирусом очень быстро увеличивается. В Германии вспоминают жертв коронавируса. За время пандемии в стране от инфекции умерли почти 80 тысяч человек. В День памяти, предложенный президентом Франком Вальтером Штайнмайером, в столице прошла опоминальная служба. В траурной церемонии участвовали видные политики, а также родственники умерших. Такие же службы прошли по всей Германии. По словам президента Штайнмайера, за каждой цифрой стоит человеческая жизнь. И не стоит забывать, что смертельный вирус еще не побежден. Добавлю, что сейчас Германия переживает третью волну пандемии. Количество больных снова растет. На минувшей неделе ФРГ регистрировали до 30 тысяч новых случаев в сутки. В некоторых регионах продлили карантин и вели комендантский час. Чтобы остановить распространение вируса, в стране задумываются об ужесточении мира. В регионах наиболее пострадавших от вируса предлагают снова закрыть парикмахерские, галереи и непродуктовые магазины. Мы вспоминаем тех, кто погиб с начала этой глобальной катастрофы, не только в Европе, но и по всему миру. Этот траур объединяет нас сквозь границы и напоминает нам о том, что мы должны вместе бороться с пандемией. Сегодняшний день – это мгновение, когда мы можем отложить все дела, оставить любые разногласия и осознать, сколько человеческих жизней унесла эта трагедия. Жители Израиля могут снова ходить без защитных масок на улице. Минздрав страны отменил это предписание из-за уменьшения числа зараженных коронавирусом. Если в январе ежедневно выявляли порядка 10 тысяч инфицированных, то сейчас этот показатель снизился до 200. В школах возобновились очные занятия. Тем не менее, власти предупреждают, ношение масок остается обязательным при участии в массовых собраниях на открытом воздухе и в помещениях. Я хотел бы подчеркнуть две вещи. Во-первых, мы еще не закончили с масками. То есть, внутри зданий мы продолжаем их носить. На открытом воздухе можно их снять. По-прежнему рекомендуется носить маски в общественных местах. Десятки протестующих собрались у здания посольства России в Праге после того, как местные власти выслали 18 российских депутатов. Демонстранты скандировали лозунги, размахивали флагами, призывая ЕС и НАТО поддержать Чехию. Семь человек были задержаны, но позже их отпустили. Отмечу, по мнению чешских властей, высланные дипломаты работают в российских спецслужбах. Также сотрудники Главного управления Генштаба России обвиняются в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году во Вребице, в результате которых погибли два человека. Для нас важна безопасность. Прошло шесть лет. Это был беспрецедентный случай в истории Чехии. И мы до сих пор задаемся вопросом, можем ли мы жить в безопасности. Ответная высылка дипломатов, к слову, отреагировала Россия. 20 сотрудников дипмиссии Чехии должны покинуть страну до конца сегодняшнего дня. Напомню, 15 апреля США объявили, что высылают 10 дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне, среди которых, по мнению американской стороны, есть представители российских разведывательных служб. В ответ официальная Москва также выслала 10 сотрудников дипломатической миссии США. Как минимум, 10 человек погибли в Египте в результате схода пассажирского поезда с рельсов. Еще почти 100 человек получили ранения. Авария произошла минувшим вечером в 40 километрах от Каира. По разным данным, от 4 до 8 вагонов перевернулись. К месту происшествия выехали больше 50 машин скорой помощи. Раненых и пострадавших доставили в местные больницы. По данным властей, для выяснения обстоятельств инцидента создана экстренная комиссия. Отмечу, это уже третья подобная авария в стране за последние три недели. Эксперты сетуют на плохое состояние железных дорог, а также изношенность подвижного состава. Мы сидели рядом с нашим домом возле железной дороги. И вдруг мы увидели, что поезд перевернулся. Вверх поднялся черный столб дыма. Мы сразу же побежали помогать раненым. Сейчас эфир продолжит между строк. И вот, что вы увидите далее. Казахстанцы завоевали три медали на чемпионате Азии по вольной борьбе. В горах Восточного Казахстана спасли мужчину. В каком состоянии находится турист? Трезвый челлендж запустили в Жамбылской области. Как сельчане отреагировали на необычную инициативу? Не переключайтесь. Добилась ли Великобритания коллективного иммунитета коронавирусу? Издание «Фигаро» рассказывает о том, увенчалось ли успехом стремления страны покончить с пандемией хотя бы на несколько недель раньше своих европейских соседей. Согласно моделям Университетского колледжа Лондона, почти у 72% британцев теперь есть иммунитет коронавирусу. Этого удалось добиться благодаря кампании вакцинации, а также из-за очень большого количества переболевших. Но действительно ли такого уровня защиты достаточно? Задумывается автор статьи Винсент Борденеф. Для вируса, чье базовое репродуктивное число, то есть показатель заразности, равно 4, предполагается, что уровень коллективного иммунитета, который должен быть достигнут, составляет 75% населения. Таким образом, с 72% Великобритания будет очень близка к цели, анализирует Симон Кашемес, сотрудник института Пастера, который участвует в создании математических моделей для инфекционных заболеваний. Эксперты добавляют, что эпидемия в стране резко пошла на убыль в течение нескольких недель после установления карантина в январе. Ослабление ограничений, по их мнению, не должно привести к новому взрыву случаев. Однако специалист ВОЗ Катрин Смолвуд предупредила, что Великобритания остается во власти возобновления эпидемии, поскольку не учитывается завоз вируса из остальной Европы. По ее словам, главные распространители вируса, люди до 40 лет, еще не были полностью вакцинированы. А значит, подводит итог Фигаро, что пока не может быть и речи о немедленном и полном ослаблении барьерных жестов и ограничений. Министр здравоохранения Великобритании Мэтью Хэнкок также осторожен и полагает, что о коллективном иммунитете можно будет говорить не ранее мая или даже июня. Хэнкок настаивает на том, что возвращение к нормальной жизни должно быть окончательным и необратимым. Наса выбрала компанию SpaceX для доставки американцев на Луну в рамках программы Артемида, сообщается на официальном сайте агентства. Организация Илона Маска выиграла соответствующий контракт от Наса. Кроме SpaceX за право доставлять людей на поверхность спутника боролись компания Джеффа Безоса Blue Origin, совместно с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper, а также компания Dynetics. Таким образом, компания Илона Маска продолжит разработку первого коммерческого посадочного модуля, который должен будет безопасно доставить двух следующих американских астронавтов на поверхность Луны. По крайней мере, одним из этих астронавтов будет женщина, говорится в статье. Вместе с партнерами НАСА завершит первую демонстрационную высадку экипажа на поверхность Луны в 21 веке. С помощью этой миссии агентство делает шаг вперед на пути к равенству женщин и долгосрочному исследованию глубокого космоса. Это еще один потрясающий шаг нашего пути к возвращению на Луну и дальнейшему изучению Солнечной системы, в том числе Марса, заявил руководитель программы пилотируемых полетов НАСА Кэти Людерс. Ожидается, что на корабле Orion четырех астронавтов доставят на окололунную станцию. После этого двоих из них отправят на Луну кораблем Starship, принадлежащим компании Маска. Стоимость создания системы для посадки корабля на поверхность спутника обойдется почти в 3 миллиарда долларов. Как укрепить тело с помощью еды? Шведское издание Expressen перечисляет самые обычные продукты, которые помогают мышцам расти, при условии, что вы ведете подвижный образ жизни. И первые в списке издания – яйца. Это по-настоящему хороший источник белка. А в желтке содержатся жиры, каротиноиды и холестерин. Часто те, кто интенсивно тренируется, избегают желтка. Но большая часть жиров из желтка ненасыщенные, и они очень полезны для организма, отмечает Expressen. Далее в списке издания не самый очевидный продукт – хлеб. Вместо обычного белого лучше выбирать цельнозерновой. Он содержит не только углеводы, но и белок. Также для укрепления мышц полезно употреблять мясо курицы. Жира в нем мало, зато много витаминов группы В – фосфора, селена и цинка. Разумеется, в списке издания есть и красное мясо, на 100 граммов которого приходится целых 20 граммов белка. Однако службы здравоохранения Швеции рекомендуют съедать не более 500 граммов мяса в неделю, предупреждает редакция. Растительное царство тоже может предложить много продуктов, богатых белком. Такие бобовые, как фасоль, чечевица и горох, низкокалорийны и содержат много клетчатки. Ваш организм долго будет сыт и доволен. В 100 граммах сушеных соевых бобов содержится целых 34 грамма белка. Белая и красная фасоль, горох и нут содержат примерно 22 грамма белка на 100 граммов продукта. Полезными для мышц Экспрессон называет крупы – гречку, овсянку и цельнозерновой рис. Укрепляют скелет и здоровье в целом кисломолочные продукты, например, творог. Настоящим допингом для мышц редакция издания считает лосось. В нем много ненасыщенных жиров, белка, а также витаминов группы В, витамина Д, селена и магния. И, наконец, полезнейшие орехи и семена. Они наполняют энергией и отлично подходят для перекуса, отмечает Экспрессон. Вы смотрите новости и мы продолжаем. Трагедии чуть не обернулось желание сделать селфи на фоне бурлящей реки в Акмолинской области. А в горах Восточного Казахстана спасали туриста, сломавшего ногу. Все подробности в хронике происшествий далее. В Павлодаре внедорожник врезался в столб на перекрестке. Как выяснилось, автомобилем управлял нетрезвый водитель. В состоянии легкого опьянения был и его пассажир. У обоих участников ДТП диагностировали острую реакцию на стресс. Но от госпитализации они отказались. На водителя составлен административный протокол. Трагедия чуть не обернулась желание сделать селфи на фоне быстротекущей воды. Отец и дочь упали в воду. Течение оказалось настолько сильным, что обоих затянуло волной. Пострадавших прибило оближающий камень. В Акимате Зерендинского района сообщили, что шестилетний ребенок получил ушибы легкой степени. И после оказания медицинской помощи отпущен домой. 59-летний турист сломал ногу в горах Восточного Казахстана. Мужчина путешествовал на лыжах в сторону Малаубинского водохранилища. Он оказался в 70 километрах от города Ридер. Спасатели отправились на помощь пострадавшему на вертолете. Туриста с наложенной шиной транспортировали до больницы города Ридер. А в Петропавловске конфликт водителя и пассажира попал на видео, которое распространилось в социальных сетях. Драка произошла в салоне одного из маршрутных автобусов. Разнимал мужчин, вовремя подоспевший полицейский. Причина раздора неизвестна. С заявлением в полицию ни одна из сторон не обратилась. Трезвый челлендж. Жители села Шайкорок Жамбылской области отказались от алкоголя. Это первый аул региона, в котором сельчане объявили бойкот спиртным напитком. Идею трезвого села предложил департамент агентства по противодействию коррупции. Благое начинание поддержали Аксакалы и молодежь села. Теперь сельчане будут активно заниматься спортом и употреблять только молочные напитки. Не остались в стороне владельцы 22 сельских магазинов. Они сдали свои лицензии на продажу алкоголя и полностью перестали его реализовывать. Предприниматели заверили, что это не просто разовая акция «Священный месяц Рамазан», а окончательное решение. Сельчане надеются, что их эстафету трезвости поддержат жители и других сел региона. Специалисты намерены провести активную разъяснительную работу. В нашем селе проходит акция «Аул без алкоголя». Владелец крупного магазина предложил своим коллегам отказаться от продажи спиртного, и они поддержали. Мы понимаем, что принять такое решение предпринимателям, конечно, было нелегко, ведь это был дополнительный доход. Все наши жители поддерживают здоровый образ жизни. Хотя бы по одному населенному пункту такому внедрить, для того, чтобы в будущем в этих аулах по наблюдению правовой статистики здесь идет уменьшение правонарушений, также уменьшение числа безработицы. Казахстанский тяжелоатлет Игорь Сон остановился в шаге от бронзовой медали. На чемпионате Азии наш спортсмен выступал в весовой категории до 61 килограмма. Игорь Сон в первом упражнении поднял штангу весом 132 килограмма и тем самым заявовал малую бронзу. А в толчке он смог успешно использовать только одну попытку из трех. В сумме двоеборья наш спортсмен поднял 152 килограмма. Этого результата хватило лишь на четвертое место. В этой весовой категории победу праздновал Ли Фабин из Китая. Второе место занял спортсмен Саудовской Аравии, а бронза досталась японцу. По словам тренерского штаба нашей сборной, казахстанские тяжелоатлеты в первый день выступили отлично. А сегодня на помост выйдут Акмолда Сайрем Кес и Гульнур Ибрай. Резкое понижение температуры воздуха синоптики прогнозируют в двух регионах страны. В Актюбинской области до 8 мороза, а также в Нур-Султане до минус 7 градусов. В столице возможны дождь с переходом в снег, туман и гололед. Погода с осадками ожидается и в Восточно-Казахстанской области. Дождь и снег. Гроза прогремит в Жамбылском регионе. Ветренная погода будет в Акмолинской, Североказахстанской и Казлардинской областях. Туман накроет Мунгастаускула. Опасность хода снежных лавин по-прежнему сохраняется в бассейнах рек Большая и Малая Алматинки. О самых заметных событиях в социальных сетях расскажут авторы репоста. Приветствую всех, кто сейчас смотрит канал Хабар 24. В эфире репосты, интересных новостей в сети сегодня достаточно. И о них расскажу я, Юлия Немзорова. Начнем сегодня с поста и истории полной грусти и печали для фейсбукчан из семьи. Где случилось событие, которое заставило по-иному посмотреть сетевиков на одно там уважаемое государственное хозяйство. Для многоотраслевого эксплуатационного предприятия, там, где руководитель совершил своего рода демарш против системы, отказавшись подписывать договор СЕБР по займу на модернизацию городской системы управления ТБУ, по причине того, что при организации новой свалки можно обойтись без банковского кредита, ищут нового управленца. Новость об этом появилась на странице самого виновника суеты. И он выложил скрин объявления о вакансной должности в местной газете. Основным требованием для претендентов является наличие высшего юридического образования. Вопросы кемату города-семей. Зачем нужен руководитель-юрист для строительства нового полигона ТБУ? Не является ли изменение квалификационных требований под гонкой под конкретное лицо, готовое подписать кредитный договор с ЕБР? По мнению комментаторов, людям такого ранга уже давно пора привыкать, что у любых решений всегда есть последствия. Каждый руководитель госпредприятия, делая такие громкие заявления, как в семье, должен иметь в виду, что в информационной борьбе его слова случайно ли, намеренно ли, будут использоваться против него самого. Окей, мы поняли, пишут комментаторы, но в итоге полигон будут строить или нет? И снова о талых водах в казахстанских степях. Да, понимаю, что тема поднадоела, но вам понравится следующий пост от инстаграмеров. Жители поселка Махамбек под Уральскому, став ждать помощи от государства, решили своими силами построить плотину. Все потому, что каждый год вся талая вода в местном ручье утекала в степи. Каждое лето сельчане сталкивались с одной и той же проблемой. Негде было поить скотину. Сельчане сложились деньгами, наняли технику и, взяв в руки лопаты, за два дня построили то, на что у властей годами не хватало денег. Так жители села обеспечили свой поселок водой для скота и огородов. Сейчас там кипит работа, и все мужское население села по очереди работает на этой стройке века. Вот такой вот беспощадный казахстанский символизм. А пока в Казахстане беспощадно проверяют вузы и лишают лицензий, не соответствующие образовательным стандартам учебные заведения, у фейсбукчанина Казачкова получился интересный пост о подходе к обучению в университете инновационных и телекоммуникационных систем, где из 1528 студентов на первых трех курсах учатся 14 человек, а на последнем четвертом оставшиеся полторы тысячи. Как такое могло случиться? Этот же вуз дает дипломы 13% всех выпускников юристов страны. Откуда же они там взялись? Не знаю точно. Перевелись из других мест, может, вышли все одновременно из академического или декретного отпуска. Это совершенно не важно. Нужно понимать особенность приграничных городов, где многие выпускники школ не сдают ЕНТ, а спокойно поступают в российские вузы, а потом переводятся в казахстанские. Кто на первом курсе, а кто на четвертом. Вот и появляется такая аномалия накануне вручения заветных книжек с надписью «Диплом». В этом уральском университете аж полторы тысячи человек оказались на четвертом курсе. И при этом маленький уральский вуз с тремя абитуриентами на первом курсе готовит для страны больше юристов, чем любое другое учебное заведение страны. Ну, тут точно или случился университетский прорыв, или сработало кривое зеркало системы высшего образования. Далее новости архитектурной гордости от полиции вместе с телеграм-каналом Трустори. Если вам интересно, как выглядят полицейские отделения в новом, до неузнаваемости изменившемся Туркестане, то это видео для вас. Как вам дизайн? Телеграм-канал «За нами уже выехали» пишет. Что-то вспомнилось, что в начале прошлого века в народе полицейских часто называли фараонами. Волты наших, видимо, по этому же принципу разместили в пирамидах. И в продолжении полицейской темы пост от канала «Джекси Ньюз». Если полиция Объединенных Арабских Эмиратов ездит на «Ламборгини», то полиция Алматы поскромнее и ездит на «Порш Каен», раскрашенный в цветовую схему правоохранительных органов. Но во всем разнообразии автомобилей полиции подобное было замечено и ранее. Комментаторы провели расследование. И выяснили, что этот автомобиль был конфискован судом у владельцев и передан две дени Акима от Алматы еще в 2016 году. Городская администрация, в свою очередь, передала автомобиль в пользование стражам порядка. Дорожная полиция, порядок, равенство. В соцсетях есть еще много интересного. Заходите и читайте. Вы смотрите новости и мы продолжаем. В лесах неподалеку от столицы ЮАР возник крупный пожар, сообщает рейтер. Пламя распространилось со склонов столовой горы и охватило несколько зданий Кейптаунского университета. Студенты и преподаватели эвакуированы. При тушении огня пострадал один человек. В борьбе с огнем были задействованы десятки специалистов, а также вертолеты. Местным жителям рекомендуется оставаться дома. Как минимум 10 человек погибли в Египте в результате схода пассажирского поезда с рельсов. Еще почти 100 человек получили ранения. Авария произошла минувшим вечером в 40 километрах от Каира. По разным данным, от 4 до 8 вагонов перевернулись. К месту происшествия выехали больше 50 машин скорой помощи. Раненых и пострадавших доставили в местные больницы. По данным властей, для выяснения обстоятельств инцидента создана экстренная комиссия. Отмечу, это уже третья подобная авария в стране за последние три недели. Эксперты сетуют на плохое состояние железных дорог, а также изношность подвижного состава. Мы сидели рядом с нашим домом возле железной дороги. И вдруг мы увидели, что поезд перевернулся. Вверх поднялся черный столб дыма. Мы сразу же побежали помогать раненым. Десятки протестующих собрались у здания посольства России в Праге после того, как местные власти выслали 18 российских депутатов. Демонстранты скандировали лозунги, размахивали флагами, призывая ЕС и НАТО поддержать Чехию. Семь человек были задержаны, но позже их отпустили. Отмечу, по мнению чешских властей, высланные дипломаты работают в российских спецслужбах. Также сотрудники Главного управления Генштаба России обвиняются в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году во Врибице, в результате которых погибли два человека. Для нас важна безопасность. Прошло шесть лет. Это был беспрецедентный случай в истории Чехии. И мы до сих пор задаемся вопросом, можем ли мы жить в безопасности. Ответная высылка дипломатов, к слову, отреагировала и Россия. 20 сотрудников дипмиссии Чехии должны покинуть страну до конца сегодняшнего дня. Допомним, 15 апреля США объявили, что высылают 10 дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне, среди которых, по мнению американской стороны, есть и представители российских разведывательных служб. В ответ официальная Москва также выслала 10 сотрудников дипломатической миссии США. Число погибших от COVID-19 во всем мире превысило 3 миллиона человек. Наиболее тяжелая обстановка с заболеваемостью сейчас наблюдается в Индии, где ежедневно регистрируется свыше 200 тысяч новых случаев коронавируса. В столице страны Нью-Дели, который обогнал Мумбаи, как наиболее пострадавший город страны, не хватает мест в больницах для COVID-больных. Власти говорят, что ситуация с коронавирусом критическая. Только за минувшие сутки в индийской столице зарегистрировали свыше 25 тысяч инфицированных коронавирусом. Больше всего беспокоит то, что за последние 24 часа уровень положительных результатов увеличился до 30%. Днем ранее этот показатель был около 20%. Число случаев заражения коронавирусом очень быстро увеличивается. В Германии вспоминают жертв коронавируса. За время пандемии в стране от инфекции умерли почти 80 тысяч человек. В День памяти, предложенный президентом Франком Вальтером Штайнмайером, в столице прошла поминальная служба. В траурной церемонии участвовали видные политики, а также родственники умерших. Такие же службы прошли по всей Германии. По словам президента Штайнмайера, за каждой цифрой стоит человеческая жизнь. И не стоит забывать, что смертельный вирус еще не побежден. Добавлю, Германия сейчас переживает третью волну пандемии. Количество больных снова растет. На минувшей неделе ФРГ регистрировали до 30 тысяч новых случаев в сутки. В некоторых регионах продлили карантин и ввели комендантский час. Чтобы остановить распространение вируса, в стране задумываются об ужесточении мер. В регионах наиболее пострадавших от вируса предлагают снова закрыть парикмахерские, галереи и непродуктовые магазины. Мы вспоминаем тех, кто погиб с начала этой глобальной катастрофы, не только в Европе, но и по всему миру. Этот траур объединяет нас сквозь границы и напоминает нам о том, что мы должны вместе бороться с пандемией. Сегодняшний день – это мгновение, когда мы можем отложить все дела, оставить любые разногласия и осознать, сколько человеческих жизней унесла эта трагедия. Жители Израиля могут снова ходить без защитных масок на улице. Минздрав страны отменил это предписание из-за уменьшения числа зараженных коронавирусом. Если в январе ежедневно выявляли порядка 10 тысяч инфицированных, то сейчас этот показатель снизился до 200. В школах возобновились очные занятия. Тем не менее, власти предупреждают – ношение масок остается обязательным при участии в массовых собраниях на открытом воздухе и в помещениях. Я хотел бы подчеркнуть две вещи. Во-первых, мы еще не закончили с масками. То есть, внутри зданий мы продолжаем их носить. На открытом воздухе можно их снять. По-прежнему рекомендуется носить маски в общественных местах. Самым необычным диким животным считает Пуму супружеская пара из города Пензе. Больше пяти лет в семье Дмитриевых живет питомец по кличке Месси. Самца назвали в часть аргентинского футболиста Лианеля Месси. Александр и Мария полюбили котенка с первого взгляда, поэтому и решили выкупить его из контактного зоопарка. Пара приспособила свой дом, чтобы удовлетворить потребности дикой кошки. Хозяева отмечают, что Месси никогда не проявлял агрессии по отношению к людям и прекрасно ладит со всеми. У него есть свой аккаунт в Инстаграм с полутора миллионами подписчиков. И на этом все. Увидимся в следующем информационном часе. Всего доброго и до свидания.